Похороны газового контракта Украина-Россия. Статья на ukraina.ru за 30 октября 2019 года. Андрей Бобицкий. После вчерашней встречи в Брюсселе перспектива заключения нового транзитного контракта между Газпромом и Нафтогазом кажется совсем призрачной. Несмотря на то, что представители российского концерна выразили сдержанный оптимизм относительно итогов переговоров, на самом деле точек сближения как не было, так и нет. Напротив, украинская сторона не желает отказываться от практики шантажа, угрожая российскому газовому монополисту новым судебным иском на 11 миллиардов долларов. Оценку очередной попытки договориться дал и участвовавший в обсуждении замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Мараш Шевчевич, который заявил, что он разочарован. Впрочем, его разочарование скорее на руку Москве, поскольку Еврокомиссия на переговорах выступает защитником украинских интересов. Газпром предлагает Украине продлить на год действующий контракт, срок которого истекает 1 января 2020 года. И подписание нового договора, неважно, краткосрочного или сроком на 10 лет, как на том настаивает «Нафтогаз», он считает возможным только в случае урегулирования судебных споров между двумя компаниями. Напомню, что по решению Международного арбитражного суда в Стокгольме российская сторона должна выплатить украинской 4,673 тысячных миллиардов долларов. Сумма стала меньше из-за того, что Газпрому удалось выиграть другой иск, но сути дела это не меняет. В Национальном банке Украины подсчитали, что российский концерн должен будет прокачать через украинскую газотранспортную систему не менее 50 миллиардов кубометров газа в 2020 году. Мы в своих оценках отталкиваемся от контрактных обязательств, объема хранилищ и того, когда будут введены в действие новые газопроводы во вход Украины, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на прошлой неделе. Кроме прочего, «Нафтогаз» отказывается продлять старый контракт, поскольку рассчитывает в несколько раз поднять цены на транзит российского газа, чтобы иметь возможность проводить ремонт и модернизацию ГТС. Однако это сделает российский газ нерентабельным. Цены на топливо на европейских рынках падают из-за того, что США постоянно наращивают поставки своего СПГ. Это простые и вполне рациональные, далекие от политики причины, почему российская компания никогда не согласится с украинскими условиями и тем более не будет реагировать на угрозы новых судебных исков. Газ нужен Украине для внутреннего потребления. Необходимо и сохранение транзита, который дает стране до 3% ВВП. Казалось бы, альтернативные маршруты, пусть и с некоторым переносом сроков, будут запущены. Значит, «Нафтогаз» должен предлагать более выгодные тарифы, чтобы газотранспортная система продолжала работать и приносить прибыль. Но нет, он делает все, чтобы сорвать переговоры и поставить крест на новом контракте. Такое странное поведение заставляет многих российских аналитиков предположить, что украинская компания, вопреки национальным интересам, действует по прямому указанию Вашингтона, которому не нужен конкурентный российский газ в Европе, а следовательно и украинская ГТС ему абсолютно ни к чему. С высокой долей вероятности контракт подписан не будет, и с 1 января транзит через Украину остановится. Это грозит катастрофическими последствиями для страны. Во-первых, в системе для сохранения ее рабочего состояния должен находиться технический газ, которого сейчас уже недостаточно. Во-вторых, так называемые реверсные поставки – это все тот же российское топливо, которое зачастую даже не покидает украинскую территорию. Оно лишь на бумаге меняет хозяев, а в реальности обирается для поставки украинскому потребителю на территории страны. Эксперты говорят, что без сохранения транзита невозможно пройти через отопительные сезоны и обеспечить топливом промышленность. Происходящее впрямь напоминает сознательное вредительство, поэтому кажущееся диким предположение, что руководство «Нафтогаза» действует в интересах третьей стороны, единственное может хоть как-то объяснить его глобальное равнодушие, если не сказать больше, к потребностям как жителей Украины, так и украинской экономики. Иначе для чего ему понадобилось бы хоронить саму возможность заключения контракта, а соответственно газовый транзит и как конечный итог украинскую ГТС? Андрей Бабицкий, специально для Украины.ру. Похороны газового контракта «Украина-Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова